Нередко неравнодушные семьи разбивают настоящие сады рядом со своими многоквартирными домами. Один из таких полисадников есть и в микрорайоне Росляково. Сетуют жители только на нехватку ограждений, чтобы плоды труда не страдали от детей и животных. Анастасия Кочарова продолжит. Евгения Есина в своем дворе выращивает красивые цветы и плодовые растения. Все началось с кустов смородины и шиповника, которые посадила соседка. Тогда женщины решили еще больше облагородить это место. Сестра Евгении поделилась с ней семенами клубники, и полисадник стал разрастаться. Я ее рассадила, потом мы привезли камешки, украсили камешками. Потом я уже стала просить заборчик. Заборчик нам этот сделали. Потихоньку, потихоньку, потихоньку расширялись, расширялись, расширялись. Сначала этот уголок был, потом туда, в тот уголок. А потом уже сейчас в этот уголок. Не обошли стороной садоводы и деревья. Так на участке появились березки. А цветы привозят специально из разных уголков России. Здесь прижились и радуют хозяев участка и прохожих простушки, ирисы, анимоны и многие другие. Все это высадили вместо сорняков и крапивы, которые были здесь годами. Мне нравится заботиться о природе. И благоустраивать свой двор, это, можно сказать, обозначит себя на очень долгое время. Одно расстраивает местных садоводов. Возле подъездов нет забора. Его после обращений установили возле одного из крылец. И то, по словам жителей, низкий. А некоторые люди целенаправленно приводят своих животных к полисаднику. А в прошлом году вандалы даже подожгли ель, привезенную из Вологды. Очень обидно на то, что люди вместо того, чтобы созидать, просто портят все это. Покупаем цветы за свои деньги, скидываемся. Я за свои личные деньги покупаю некоторые цветы. И вырывают цветы с корнями, не знаю, может быть, пересаживают к себе, красоту наводят. Кроме растений, жители Рослякова ухаживают еще и за птицами. Для них специально повесили кормушку и сколотили скворечник.